Здравствуйте! Мы на очередной классной встрече, мы рады вас видеть. С вами Устина, и я хотела бы представить сегодняшнего нашего гостя, Алису Павлову. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы рады вас видеть сегодня у нас в гостях, и в первую очередь хотелось бы спросить, кто вы и чем вы занимаетесь? Потому что, возможно, кто-то вас видит впервые. Я всех приветствую на этой встрече. Я художник, современный художник, занимаюсь созданием персонажей, таких вот масок интересных, сказочных, сочиняю про своих вот этих сказочных существ истории, и все это публикую в социальных сетях, и в планах у меня создания своей авторской книги про моих существ вот этих. Это очень интересно, спасибо большое за ответ. А раз мы узнали, кто вы, скажите, а как вообще все началось? Что конкретно? Как начался ваш творческий путь? Творческий путь? Ну, наверное, это все еще началось с детства, потому что любовь к рисованию, она у меня вот прям еще с детских лет. Я пошла в художественную школу, причем я сама просила родителей, чтобы они меня обязательно туда записали. И сколько я себя помню, это всегда какие-то карандаши вокруг меня, краски, фломастеры, ножницы и все, я постоянно что-то стригла, клеила, собирала, рисовала, разрисовывала. У меня дома постоянно в комнате все стены были изрисованные, то есть у меня родители разрешались в моей комнате творить все, что я хочу, и это очень здорово. А что вам ближе, живопись или создание костюмов и декораций? Ну, на данный момент мне, конечно, близко создание различных костюмов, различных моих существ лесных, и не только. Но живопись тоже присутствует в моей жизни, и как раз сейчас я готовлюсь к созданию, точнее, не готовлюсь к созданию, а создаю свою персональную выставку, посвященную Алтаю. Это как раз картины. Знаю, что вы ведете в свою студию «Моя первая книга». Вы сегодня даже принесли несколько экспонатов. Можете поподробнее про нее рассказать? Да, у меня детская студия по созданию авторских книг, и вот как раз у меня здесь есть два вот такие вот экземпляра. Это дети сами придумали свои истории, вот такие вот интересные морские истории, космические истории. Мы с ребятишками, они придумывают, создают своих персонажей, я им в этом помогаю. И вот такие вот у нас рождаются интересные книги. А долго такая книжка создается? Ну, у меня было погружение, мы экспериментировали прошлым летом. В течение месяца мы три дня в неделю собирались, и за месяц каждый ребенок создал вот такую вот книжечку, свою авторскую первую. Также вы раньше сотрудничали со студией «Айвори». Какие проекты родились благодаря этому сотрудничеству? Ой, да, это замечательное сотрудничество, потому что мы создавали коллекции вместе с учениками, это школьники, которые увлечены искусством шитья, и каждая из девочек создавали на определенную тематику. Первая тематика у нас была лесная и эльфийская. Мы создавали эльфов стихий, то есть четыре вот эти вот эльфы стихий были. Очень интересно было. И я была приятно удивлена, увидев, как девочки заинтересуются созданием вот таких вот разных бутафорских атрибутов. Потому что мы создавали маски, мы создавали головные уборы, это луки со стрелами были для эльфов. И вторая коллекция у нас была посвящена Гарри Поттеру. Там мы создавали атрибуты, связанные с вот этим произведением, с тематикой. У нас была зубастая книга, каждая делала волшебную палочку своими руками. Клетки даже у нас были с дракончиками. То есть очень все интересно. Мы не просто представляли коллекцию, которую девочки шили своими руками, но еще дополнили эти коллекции вот этими атрибутами, созданными с помощью искусства бутафорий. И я считаю, что это помогло занять нам вот эти две коллекции. Они, собственно, взяли гран-при в районном вот этом конкурсе. Я считаю, что это прекрасно. Это очень здорово. Благодарю вас за ответ. Возвращаясь к теме литературы, какие книги бы вы предпочитаете читать? И является ли литературой для вас вдохновением? Интересный вопрос. На самом деле очень люблю различные сказочные приключенческие истории. И, конечно, тот же самый Гарри Поттер не исключение, потому что это невероятный мир, где все возможно, где присутствует волшебство, где есть очень серьезные психологические моменты, есть трагедия, есть комичные какие-то такие моменты. И меня вот такие вот волшебные истории очень вдохновляют, конечно. А можете назвать своего любимого автора? Навряд ли я смогу кого-то выделить, потому что сейчас очень много появляется новых авторов, и я стараюсь где-то вот что-то почерпнуть от них. Поэтому какого-то вот прям вот супер-супер любимого нет. Ну, хотя вот сейчас я вспоминаю, есть Марина Арамштарм, если я правильно запомнила фамилию. Есть книга, которую я уже трижды перечитала, и я была знакома даже с автором этой книги. В Красноярске проходит книжная ярмарка ежегодно, осень в октябре. И как раз на одной из этих ярмарок приезжала Марина Арамштарм. Вообще интересный писатель. И была книга «Легенда об Ураульфе». Тоже такая сказочная история. Это огромная толстая такая книга. И она меня тоже очень вдохновляла. Возможно, после нее мне вот захотелось каких-то вот таких вот созданий сказочных героев, потому что там такая тоже серьезная сказочная история про превращения какие-то такие интересные. Очень рекомендую на самом деле, потому что книга потрясающая. Она увлекает в свой сюжет, что я могла до трех часов ночи просто просидеть за чтением, потому что мне было интересно, что же там дальше будет происходить с этими героями. Я не раз видела вас на мероприятиях с фотоаппаратом. Можно ли сказать, что это ваше хобби, или вы занимаетесь этим профессионально? Ну, раньше действительно я устраивала фотосессии, снимала очень много достаточно. Ну, фотография, она вообще очень давно со мной еще. Когда я даже училась в художественном институте, я всегда, каждый день, на самом деле, у меня в рюкзаке всегда с собой был фотоаппарат. У него даже было имя. Я придумала имя ему Франсуа. И все мои знакомые всегда спрашивают, ну что, у тебя Франсуа с собой сегодня? Потому что любая прогулка, она превращалась в фотосессию всегда. Вот сейчас, к сожалению, наверное, у меня это увлечение сошло больше на нет. Сейчас я, ну, в основном только, когда снимаю вот своих каких-то вот персонажей, свои работы. Вот. Для других я пока отодвинула вот это вот все, фотосъемки. Вы не раз упоминали институт. А на кого вы выучились? Какое у вас образование? Я училась в Красноярском художественном институте. Сейчас он, по-моему, называется по-другому. Вроде бы как Институт искусства имени Хворостовского переименовали. Но тогда это был еще художественный Красноярский институт. Я училась на факультете керамики. То есть как бы... Так я вроде бы как керамист. Очень интересно. Ну, это тоже как бы был интересный опыт, потому что это тоже, это лепка, это создание, казалось бы, из куска грязи, создать что-то функциональное и красивое. Это тоже вот это вот превращение. Короче, все, что связано с такими превращениями, оно меня всегда привлекает. Когда из ничего ты создаешь что-то невероятно красивое, а если это еще и функционально, то почему бы нет? Ну, а вообще, если полистаете ваш профиль в социальных сетях, можно увидеть много разных людей в ваших образах. А как вы давно берете моделей? И как вообще пришла идея? Ну, все началось с моего обучения на курсе по искусству бутафории. И, соответственно, когда я только начала создавать первых персонажей на этом, ну, как в рамках этого курса, то, соответственно, мне, я поняла, что мне нужно это на ком-то примерять. Первый образ я примеряла на себя, это было интересно, но я поняла, что мне интереснее одевать кого-то, да, перевоплощать, изменять кого-то, нежели себя, потому что мне интересно смотреть на это все со стороны, мне интересно помещать в какое-то пространство персонажей, то есть наблюдачь, как это все происходит. И последующие уже образы были на других людях, уже не на мне. В основном это первые образы, это были мое близкое окружение, это друзья, а в последующих я уже стала вот и сейчас искать людей просто со стороны, также через знакомых кого-то приглашаю для съемки, потому что я всегда заинтересована в новых каких-то лицах, в новых людях. И иногда даже бывает, что я могу, например, в новой компании где-то познакомиться с человеком, пообщавшись, я могу сразу предложить, а ты не хочешь стать лесной феей случайно? То есть бывает, что даже сами образы рождаются после знакомства с определенным человеком, например. Интересно. Все наше интервью, я не могу оторвать глаз от этой чудесной маски дракона, вы можете рассказать, как вообще вы создаете все эти шедевры, из чего, есть ли какие-то у вас особые техники? Ну, особых техник тут нету, то есть все маски, они создаются из различных, конечно, материалов, если конкретно про эту, взять маску, ее я создавала в декабре, в преддверии Нового года, ну, как бы, зная, что символ этого года, Год дракона, мне, конечно, захотелось создать и вот что-то посвященное этому символу. И стала придумываться вот такая маска. Основа здесь, это папье-маше сама основа маска. Дальше я использовал вот эти вот лучики, это фомиран с проволокой, ну, проволока для того, чтобы форма лучше, соответственно, держалась здесь. И здесь использована отливка пластика с помощью различных молдов. И использовался пластилин, то есть нос здесь и зубы, это детский пластилин, самозатвердевающий, который очень хорошо держит форму. А дальше здесь все покрывается шпаклевкой, белой краской, и затем мы все затираем различными красками. Ну, здесь в данном случае это золото и серебро. Интересно. А есть еще вот какие любимые техники у вас? Или вы сами, может, какую-то технику придумали? В плане создания именно масок? Ну, не только масок, а вот в целом, в творчестве. Ну, вот если в плане жилописи, например, брать, то сейчас мне очень нравятся акриловые краски. Акрил, он очень такой интересный материал, в том плане, что его можно как акварельно использовать, да, какими-то такими легкими акварельными заливочками, а также его можно использовать очень густо, как масляную краску, например, такими вот прям мазками накладывать, интересно. Вот. И плюс в том, что можно накладывать слой на слой, и предыдущий, например, как в акварели или в гуаше, да, там есть вот эти нюансы, что слои между собой могут смешиваться, если мы будем постоянно что-то друг на друга накладывать. А в акриле мне нравится вот этот эффект, что я каждый раз могу на сухую краску новый слой наложить, и ничего не смажется, ничего не смешается, я получу именно тот цвет, который мне нужен. Ну и, собственно, вот как раз работы картины для моей предстоящей выставки я сейчас использую технику акриловых красок, ну там с дополнением карандашей цветных и фломастеров. Очень интересно. А вот расскажите подробнее о выставке, когда мы примерно сможем ее увидеть? Есть ли какая-то хотя бы месяц, дата? Ну, было бы, конечно, идеально, я пока держу это в голове, у меня в июне, в начале июня день рождения, я бы хотела открыть выставку в день своего рождения, вот, чтобы такое, совместить такой, как бы праздник мой личный и пригласить жителей поселка, и не только, чтобы они смогли порадоваться вместе со мной и прийти на открытие вот моей выставки. Поэтому предварительно это июнь. Ну, а там как получится. Ну, а какие еще проекты мы можем от вас ждать? Проектов, на самом деле, в моей голове очень много, вот, как я уже говорила в начале нашего интервью, один из проектов – это создание моей авторской книги с моими авторскими сказками про вот этих существ, которые я создаю, да, листные существа. И очень хотелось бы также и на выставке про Алтай презентовать и эту мою книгу. Ну, и на будущее у меня идеи про создание, это моя, наверное, давняя такая мечта, это создание своего театра, где как раз-таки знакомить людей с вот с моим вот этим фантазийным миром лесных существ, которые обитают где-то рядом. Гостю нашего интервью мы говорим огромное спасибо за кучу интересных историй и ответы на наши вопросы, и на память мы дарим вот такую кружку с логотипом наших классных встреч. Спасибо. Спасибо большое, что вы нас сегодня смотрели, спасибо гостю. Спасибо, что пригласили. Спасибо.